Гомеректию 2019. Под такой назвой у технопарку организованная первая диалоговая пляцовка. Удельничали у открытой размове об законодавстве и развитии бизнеса предпринимательники, эксперты, банкиры, представники улады. Марина Джалая с подробностями. Юрий Калгушкин – соправданный выноходник. Займается промысловой электроникой и автоматизацией процессов, створяя прилады абсолютных аналогов, которым больше никто не распроцовывает не только в Беларуси, но и в СНД. Недавно он разом с коллегами сделал вот такой промысловый контроллер на разных мовах программирования. Его будут применять на чугунцы. Худка приладу сертифицирует и празднекольки месяцев приступит до серийного выпуску. На основе вот этого контроллера мы разработали систему автоматизации подогрева стрелок для железной дороги нашей. Совместили это с облачными технологиями. Есть управление, оно как бы местное, буквально завязано на кусочек железной дороги. А у нас оно глобальное. То есть независимо где ты находишься, ты можешь контролировать и потребление электроэнергии, и управлять механизмами. Если вдруг что-то где-то произошло на линии, человек, диспетчер сразу видит. Вызывается бригада, он приезжает туда и делает ремонт. Причем оно уже знает, что вышло из строя, если оно вышло. Удельничать в открытых мероприемствах технопарка очень важно для таких бизнесменов, как Юрий. Довидаться о изменениях в законодательстве, новых тенденциях и притягнении инвестиций в стартапы, похудеть с однодумцами. Основная тема первого диалога – активизация стартап-супольности в регионах, как фактор эффективного развития венчурной экосистемы Беларуси. Важная частка встречи – обмеркование декрета номер 8 в развитии личной экономики. Те нормы, которые были заложены в тот же самый декрет номер 8, они начинают использоваться в реальной жизни. Соответственно, там даже стартапы, которые были профинансированы в прошлом году, как «Лангпаспорт», например, достаточно известны. То есть он был профинансирован при помощи так называемого конвертируемого займа. Это тот институт права, который появился именно в декрете номер 8. То есть начинают использоваться опционные схемы для сотрудников. Это тоже то, что впервые было отражено у нас в декрете номер 8. И, соответственно, стартап активно этим пользуется сейчас. Банк развития давно допомагает рухаться наперед малому и среднему бизнесу Украины. Больше два года разом с банками и партнерами поддерживают белорусские стартап-компании. За этот раз профинансировали свыше 340 проектов. Гомельская область – у лидерах. Отримать подтримку банка можно, бодай, на любый бизнес-накирунок. Это различные виды деятельности. Это и в сфере производства, в сфере услуг различных, и торговли, и те же IT-компании. В принципе, практически все виды деятельности начинающих предпринимателей и действующих предпринимателей могут быть профинансированы за счет наших ресурсов. Эксперты так само означают, ранее мы это и створение многих белорусских стартапов, был их перепродаж больше буйным компаниям. Анализ леташних выников демонстрирует жадание стартапов развиваться и расти самостоинно и самим становиться гульцами на глобальном рынке. Это тучится и региональных стартапов. В нашем исследовании Гомельская область одна из лидирующих областей по созданию таких стартап-мини-компаний, стартап-компаний или команд со стартап-идеями, которые мы видим наряду с другими областями. Мы видим, потому что это крупный регион, самый крупный регион из других областных регионов Беларуси. Поэтому, конечно, сам интерес распространяется пропорционально. Максима с встречи у межах пляцовки Гомель-Эктио в технопарку станут постоянными. Вядомо, что у таких удельников, как зараза, гульные темы найдутся завсюди. Наступным мероприемством станет первый у Гомеля Хакатон. Форум распространяющих запланованный на початок соковика. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио и компания Гомель.